Резекция R0 остаётся наиболее эффективным медным в лечении злокачественных немедостатических опухолей поджелудочной железы, продлевая жизнь тем, кто эту хирургию сумел перенести. А резекция артерии имеет смысл, если онкологически оправдана и безопасна. Считалось, не так давно считалось, что немедостатический рак поджелудочной железы, вовлекающий артерии, это нерезектабельная опухоль, так и характеризуется низкой выживаемостью даже в случае успешной резекции. А сами резекции с реконструкциями сопровождаются высоким уровнем осложнений. И получалось так, что технически выполнимые резекции артерии не считались онкологически обоснованными при протоке ВДН-карциномы поджелудочной железы. И, то есть, проток ВДН-карциномы тела поджелудочной железы с вовлечением шеребного ствола считалось местно распространённым ещё в 2017 году на консенсусе, посвящённом лечению рака поджелудочной железы. Но, с другой стороны, согласно рекомендациям ЭСМУ с 2015 года и НССН с 2016 года, эта опухоль называлась пограничной резектабельной. На этот случай существует такая хирургия, как дистальная резекция поджелудочной железы с резекцией шеребного ствола. И эта операция была предложена в 1953 году канадским хирургом Эпплби. В 1975 году Юджи Немура применил её впервые для лечения рака поджелудочной железы. А с тех пор, как Хишиному в 1987 году сохранил желудок при этой операции, она получила название модифицированной операцией Эпплби, или дистальная резекция поджелудочной железы с резекцией шеребного ствола, или Дипикар. Так я и буду её называть для краткости. Проблема была в том, что при резекции шеребного ствола и общепечёночной артерии могло страдать кровоснабжение печени и желудка. И принципиальная схема сохранения кровоснабжения при отсутствии реконструкции была следующая. Это шеребный ствол, общепечёночная артерия, селезёночная, правая печёночная артерия и панкреатическая панкреатодональная аркада. После операции панкреатодональная аркада становилась основной ветвью, снабжающей печень и желудок. Но с течением времени ситуация менялась. Исследования, которые были проведены, показали, что выживаемость после химиотерапии по сравнению с выживаемостью после химиотерапии плюс ДПКР оказалась хуже. А это значит, что ДПКР пришлось рассматривать как онкологически оправданную операцию, однако для хорошо отобранных пациентов. И это естественное следствие накапливающихся данных привело к тому, что с 2016 года НССН классифицирует рак тела поджелудочной железы с вылечением в черепно-сволак как пограничную резиктабельную опухоль. К настоящему времени мы имеем 33 серии, где описано больше двух случаев ДПКР, составляющих 448 человек, так и особняком здесь стоит паневропейское ретроспективное когортное исследование ДПКР, набравшее 68 человек. Отдельно оно выделено для того, то есть потому, что результаты этого исследования значительно хуже, чем в оставшихся группе пациентов, с учетом того, что эти результаты включают сборные данные 20 клиник. Для этой группы пациентов осложнения составили 44%, а летальность 3,8%, для европейской группы 16%. И медианная выживаемость составила от 9,3% до 38,5 месяцев. Специфической проблемой этой операции являются ишемические осложнения. Это гастропатия, перфорация желудка, перфорация желчного пузыря, абсцессы, инфаркты печени. И таким образом, сегодня ДПКР может быть обоснованной операцией при пограничном резидентальном раке тела поджелудочной железы. Здесь ключевое слово «может». Предполагается, что значительное стяжение артериального кровоснабжения печени при этой операции может вызывать выраженную и ишемию, а также ишемию желудка и желчного пузыря. И необходимость артериальной реконструкции при этой операции, а также надежность существующих тестов, предсказывающих ишемию, по-прежнему не ясны. Другими словами, существует несколько вопросов. ДПКР для рака тела поджелудочной железы – это радикальная операция или нет? Что происходит с артериальным кровоснабжением печени и желудка после резекции чревного ствола? Можно ли предсказать или предотвратить ишемические осложнения? И нужна ли реконструкция общепечёночной и левой желудочной артерии при этой операции? Есть ли дата в каких случаях? В настоящее время существует несколько методов для предотвращения ишемических осложнений при этой операции. Это предоперационная временная или постоянная окклюзия общепечёночной артерии, это стентирование аорты на уровне щедренного ствола, это интероперационный мониторинг сатурации кислорода в печёночных венах, ультразвуковой дуплекс интерпалинхематозных артерий печени и прямое измерение давления в культе общепечёночной артерии. И целей нашего исследования было несколько. Первичная цель была оценить артериальное кровоснабжение печени и желудка после резекции черевного ствола при дистальной резекции к желудочной железе. И вторичным целям было определение уровня осложнений, в том числе панкреатической фистулы, 90-дневной летальности, общей и безрецидивной выживаемости при протоке аденкарциномии. Группу исследований составили 30 пациентов, которые перенесли дипикар безартериальной реконструкции в связи с опухолью тела поджелудочной железы, вывлекающей черевный ствол или общепечёночную артерию. Методы, которые мы использовали, были следующими. Это определение изменения артериального кровоснабжения печени и средней систолической скорости кровотока в артерии гипододональной связки до и после операции с помощью интероперационного ультразвука и описание артериальной анатомии, диаметра общепечёночной, гастродональной и панкреододональной артерии с помощью КТ и КТ-ангиографии и вычисление степени изменения объёмного кровотока через панкреододональную и правую желудочно-стальниковую артерию в тех случаях, когда это имело смысл. Интероперационная флюоресцентная гастроскопия с использованием ICG для оценки жизнеспособности желудка и ретроспективный анализ непосредственных и отдалённых результатов ДИПИКАР. Из 528 радикальных операций при обухолях поджелудочной железы у нас было 33 резекции черевного ствола или общепечёночной артерии. Из этого списка были исключены трое больных. Одному резекцию черевного ствола сделано по поводу аневризмы и в двух случаях тотальной панкреодоктамии была выполнена реконструкция артерии. Из этих 30 пациентов у 27 была протоководонокарцинома, у двух нейроэндокринный рак и у одного лимфома. Это онкологические последствия этих операций. Как вы видите, уровень резекции R0 – 89%. Резекция вен выполнена в 37% случаев. Ни одной артериальной реконструкции и химиотерапия была сделана всем пациентам, кроме одного, неодевантная у 38% больных. При этом нужно иметь в виду, что протоководонокарцинома тела поджелудочной железы с вовлечением черевного ствола в нашем исследовании – это была очень гетерогенная группа, которая включала стандартный ДПКР, который выполнен большинством пациентов, ДПКР с резекцией вен в 11 случаях и ДПКР с мультиорганной резекцией при протоководонокарцином поджелудочной железы. В данном случае вы видите, что это была гастроктомия, резекция части 12-першней кишки, нефроктомия и черевный ствол плюс воротные верхнепрожилищные вены. И несмотря на то, что группа была однородная, мы получили выживаемость, медианную выживаемость 24 месяца, а пятилетнюю выживаемость 21%. На минуточку, для протоковой аденокарциномы головки поджелудочной железы мы также имеем медианную 24 месяца, но пятилетнюю 15%. Безрецидивная выживаемость составила 18 месяцев. Резекция вен по своим последствиям не отличалась от операции без резекции вен и при сравнении общей выживаемости после неодиевантной химиотерапии с выживаемостью после одиевантной химиотерапии мы не обнаружили значимых различий, хотя тенденция была в пользу неодиеванта. Сравнение частоты R0 резекции и выживаемости в наших данных и в исследованиях с большим количеством пациентов оказалось, что уровень R0 резекции и общая выживаемость после этих операций были высокими во всех больших сериях, несмотря на гидрогенность популяции, показания стадии применения неодиеванта и применения артериальных реконструкций. Например, R0 резекции встречались от 74% до 93% случаев, медиана выживаемости колебалась от 18% до 35%, пятилетняя выживаемость от 21% до 33%, а неодиевант использовался достаточно часто от 15% до 96% в исследовании из Питцбурга. В связи с изменением международных рекомендаций с 2015 года у нас нет первичной хирургии для этих больных, и эти больные оперируются только после неодиеванта. Как вы видите, это фолференоз, гемцитабин или гемцитабин плюс апроксан. Принимая решение об операции, мы учитываем то, что согласно существующим доказательным данным надежность всех методов визуализации после неодиевантной химиотерапии, надежность определения резектабельности для всех методов визуализации после неодиевантной химиотерапии низкая. И вот несколько примеров. Это один из вариантов, когда после неодиевантной химиотерапии отмечено уменьшение размеров опухоли на компьютерной демографии. 10 курсов фолференокса, и в результате R0 резекция и постхимиотерапевтический патоморфоз третьей степени. Как вы видите, как макроскопически, так и микроскопически подтверждён уровень резекции R0. И второй сценарий, когда 6 курсов фолфиринокса не привели к изменению результатов опухоли. Тем не менее, пациент был оперирован, и ему была выложена резекция R0. Постхимиотерапевтический патоморфоз второй степени. Естественно, нас всех интересуют региональные гемодинамические последствия этой операции, потому что предсказуемое снижение артериального кровотока в печени и желудке, но степень снижения этого кровотока неизвестна. Но степень этого снижения мы можем оценить по определению пульса на гепатодональной связке. Это качественное измерение. Также мы можем определять артериальный кровоток в паренхеме печени, также качественное. Но кроме этого, с помощью интероперационного ультразвука мы можем определить изменение средней систолической скорости на артериях гепатодональной связки. Это уже полуколичественное измерение. А вот количественно мы можем измерить и сравнить диаметр ключевых артерий до и после операции. Но это измерение имеет смысл только в том случае, если у нас нет замещающей или добавочной правой или общей печёночной артерии. На 30 случаев ДПКР мы встретили классическую артериальную анатомию в 73% случаев. И пульс после пережатия общей печёночной артерии или черевного ствола сохранился в 90% случаев, а в 10% исчез. Но во всех случаях артериальный кровоток определялся паренхемия печени при интероперационном ультразвуке. И это считалось признаком адекватного кровотока, что и подтвердилось в дальнейшем. Средняя систолическая скорость и пульс до и после окклюзии общей печёночной артерии определяли степень снижения пульса. И снижение средней систолической скорости наблюдалось от 0 до 67%. При этом оказалось, что пульс исчезал, если скорость падала больше, чем на 61%, и ничего не менялось, если скорость снижалась не более, чем на 23%. При этом во всех случаях паренхемия печени определялся артериальный кровоток, как я говорил раньше. Изменение объёмного кровотока прямо пропорционально четвёртой степени отношения радиусов сосудов до и после операции. И таким образом мы можем понять на основании данных КТ и КТ-ангиография и измерения диаметров основных коллатералей, снабжающих печень и желудок, как меняется объёмный кровоток в этих основных коллатералях. И компьютерная томография нам качественно и количественно показала, что панкреатододнальные аркады до операции видны в 8% случаев, а после операции в 87% случаев, то есть замкнутые панкреатододнальные аркады. При этом отмечено увеличение объёмного кровотока через панкреатододнальную и правую желудочно-сальниковую артерию в 1-11 раз и основной артерии печени. Если была замещающая правая печёночная или общая печёночная артерия, она и оставалась, а в том случае, если такой артерии не было, то основной коллатеральной артерии печени и желудка была ветвь от верхней брюшечной артерии, панкреатододнальная артерия, через панкреатододнальную аркаду и через гастрододнальную артерию. Это хирургические последствия операции. Значит, частота осложнений 53%, при этом фистулы составили 40%, 90-дневная летальность около 7%, ишемия печени не наблюдалась, ишемия желудка отмечена в 5 случаях, и в одном случае была перфорация излечена консервативно, и холецистит случился у двух пациентов ещё в те времена, когда мы не удаляли при этом желчный пузырь. Смерть наступила от разрыва аорты на фоне панкреатической фистулы Си и от сепсиса на фоне панкреатической фистулы Си. К осложнениям, в осложнение значимый вклад внесла гастропатия с гастростазом Грейт-Би, это отмечено в 5 случаях, в одном случае была перфорация желудка. Что мы знаем сейчас? Что аоразивное кровотечение – это наиболее опасное осложнение Дипикар. И сейчас мы знаем, что обычно невозможно решить эту проблему эндоваскулярно. То есть тем способом, каким мы решаем проблему кровотечений при орузии сосудов после панкреатурной резекции, мы решить эту проблему не можем. И лучший друг хирурга в данном случае – это предупреждающее кровотечение. И наше мнение, хотя мы не имеем никаких evidence-based подтверждений по этому поводу, но создаётся впечатление, что нельзя применять инородных материалов на первичные операции типа гемостатической губки, клей или прошивания сосудов. Флигирование и клейпирование сосудов более надёжно. Хочу представить один случай, когда у нас случилось аоразивное кровотечение из культи общепечёночной артерии после Дипикар на девятый день. Это дооперационная ситуация, чревный ствол, общепечёночная артерия, печёночная артерия и подгрядку однальной аркады. У нас произошла аорозия вот в этом месте, где сейчас указано. И нам пришлось взять пациент на операцию, разделить, отделить аркаду от собственной печёночной артерии и анастомозировать с помощью аутобинозного протеза правую подвздошную артерию с собственной печёночной. И через две недели пациент был выписан. Таким образом, из того, что мы знаем сейчас, интероперационный ультразвук – это надёжный метод предсказания ишемии печени. Что касается предсказания ишемии желудка, то обещающим методом является интероперационная флуоресцентная гастроскопия с использованием ICG, которую мы использовали не так часто, и во всех случаях у нас кровоснабжение желудка не пострадало. Что мы можем сказать сейчас по поводу так называемой supercharge DP-CAR, то есть той самой DP-CAR, когда делается артериальная реконструкция? Сейчас мы ни для кого не секрет, и все мы это делаем. Сосудистая резекция и реконструкция при резекции поджелудочной железы – это не проблема для панкреатического хирурга, а проблемой остаётся панкреатическая фистула. И лучше избежать реконструкции тогда, когда остающаяся поджелудочная железа рискованна, а при DP-CAR она всегда рискована, и когда мы понимаем, что пациент не переживёт никакого осложнения. И когда вы знаете, как избежать реконструкции сосудов. И в частности, вам может помочь знание о существовании междолевой артерии, печени и интероперационный ультразвук. И в связи с этим мы вам хотим показать несколько операций, которые мы сделали. И это может быть хорошим практическим подспорьем, если вы предположите такую операцию сделать. Это две DP-CAR с резекцией правой печёночной артерии, отходящей от череного ствола, и четыре DP-CAR с резекцией левой печёночной артерии, тоже основной магистрали, снабжающей печень. Ну и также способности других колотералей компенсировать недостаточность кровотока, это DP-CAR при окклюзии верхней брюшечной артерии. Например, вы имеете вот такую ситуацию, когда у вас есть рак тел поджелудочной железы, вовлекающий чревный ствол, а от череного ствола отходит правая печёночная артерия. Что делать? Вот мы имели такую же ситуацию, это дооперационный чревный ствол, это общая печёночная артерия слева печёночная, селезёночная, это правая печёночная артерия, и это грандональная аркада. Значит, то же самое мы сейчас видим слева, и справа после отсечения чревного ствола и иссечения правой печёночной артерии мы наблюдаем функционирующую панкреододнальную аркаду, которая снабжает левую долю печени, коммуникантная артерия, снабжающая правую долю печени. То есть, если мы знаем, что такая артерия существует, и убеждаемся на операции интероперационным дуплексом, что кровоток адекватный, таким образом мы избавляемся от артериального анастомоза и делаем радикальную операцию. Подобная ситуация, когда мы видим чревный ствол, правая печёночная артерия и левая печёночная артерия отходит от него. Это двухмерная реконструкция, которая показывает то же самое, правая и левая печёночная артерия от чревного ствола. И больному выполнена резекция чревного ствола. Вот пунктируем указано то, что резецировано. Это общепечёночная артерия и большой кусок правой печёночной артерии. Существующая дупинальная артерия снабжает левую долю печени. Это отрезок правой печёночной артерии, который соединяется с функционирующей левой коммуникантной артерией печени. Таким образом мы можем сделать радикальную операцию, не прибегая к дополнительным сосудистым анастомозам. Здесь другая ситуация. Мы имеем МИЧЛС-2, то есть замещающую левую печёночную артерию, снабжающую левую долю печени. Делаем резекцию чревного ствола, у пациента у которого вот такая картина. Нижняя левая и желтая – это артерия к четвёртому сегменту. И после операции это выглядит так. Функционирующая аркада снабжает правую долю печени, которая посредством перетока снабжает левую долю печени. Это МИЧЛС-4, когда имеется раздельное кровоснабжение долей печени, но при этом было сделано ещё более агрессивное вмешательство и была исчечена не только левая печёночная, но и гастродуднальная артерия. Это состояние до операции. А это после. После. Значит, правая доля снабжается замещающей правой печёночной артерией. Панкреатодунальная аркада пересечена в области образования гастродуднальной артерии. Тем не менее, левая доля печени сохраняет кровоснабжение за счёт большой, мощной, коммуникантной межлобарной бранши. Это ситуация, когда подобная ситуация. Как мы видим, есть замещающая левая печёночная артерия, которая также исчечена на этой операции, и большая межлобарная ветвь позволяет сохранить кровоснабжение левой доли печени. Это тотальная панкреатодомия с резекцией чревного ствола и резекцией левой печёночной артерии, отходящей от левой желудочной. И как вы видите, что даже при тотальной панкреатодомии с резекцией чревного ствола кровоснабжение левой доли печени может сохраниться за счёт интерглобарного коммуниканта. Это особо интересная ситуация, когда чревный ствол увлечён в опухоль, 10 курсов олференокса, и при этом у пациента ещё и есть продолженная окклюзия, не стентируемая окклюзия верхней прожжечной артерии. Долго этот пациент обсуждался, и в конце концов мы решились его оперировать. Видите, что верхняя прожжечная артерия, а максимальная часть полностью окклюзирована. Это риоланова дуга, которая в данном случае до операции снабжает все органы брюшной полости совместно с чревным стволом. А это послеоперационная ситуация, где вы видите, что теперь риоланова дуга, отходящая от нижней прожжечной артерии, снабжает все органы брюшной полости без исключения. В том числе верхняя прожжечная артерия отходит от неё и панкреатодональная аркада, снабжающая печень и желудок. Таким образом, мы видим, что Дипикар – это безопасная онкологически оправданная операция для отобранных пациентов. Интероперационный ультразвук – это надёжный инструмент для оценки кровоснабжения печени после Дипикар. И после Дипикар ишемия желудка наблюдается значительно чаще, чем ишемия печени. Использование знания междолевой печёночной артерии позволяет избегать артериальных реконструкций при этой операции. И реконструкция общепечёночной артерии после этой операции не потребовалась ни в одном случае, при любом типе артериальной анатомии. И в настоящее время нет никаких доказательств того, что есть смысл окклюзировать общепечёночную артерию или чревный ствол перед Дипикар, потому что это не окклюзирует коллитерали, которые иссякаются при Дипикар. Нет признаков неадекватного артериального кровоснабжения печени после пережатия общепечёночной артерии. Практически никогда этого не происходило. И нет признаков ишемии печени в больших сериях из литературы. И неадивантная химиотерапия – это обещающая опция для селекции больных и улучшения выживаемости. Что есть смысл учитывать по нашему мнению? Это заболевание печени. То, что заболевание печени и химиотерапия снижает её устойчивость к ишемии, значимый стеноз в верхней приженочной артерии требует предоперационного стентирования, и не всегда это может так пройти, как это прошло в нашем случае. И не забывайте удалять желчный пузырь. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Вячеслав Иванович, за такую демонстрацию очень агрессивной, но обоснованной хирургической техники. У кого угодно задать вопрос? Пожалуйста. Не в одном. А это невозможно. То есть, единственный способ, как вы его можете заподозрить, это после пережачки череного ствола или общепечёночной артерии сделать дуплекс печени. Даже нет, общепечёночной артерии будет недостаточно череного ствола. Делайте дуплекс печени, и если у вас есть кровоток артериальный, в ней, значит, можно делать. Пожалуйста, ещё вопрос. Вячеслав Иванович, такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот две фистулы класса С, скажите, пожалуйста, какие вы видите пути профилактики для себя, как для хирурга, оперирующего? Только адекватное дренирование. Адекватное дренирование решает это дело. Почему? Зоны операции или... Зона пересечения поджелудочной железы. Потому что, ну, во всех случаях, если вы видели, истекался перешейк, тело, хвост, черевный ствол, селезёнка. И нередко мы срезали поджелудочную железу прямо по головке. Поэтому площадь среза очень большая, и истечение патриотического сока предполагается с высокой долей вероятности. 56%, нет, 40% фистул BC. А вообще фистул больше 50%. Это говорит о том, что другим способом эту проблему не решишь. Заклеить, залепить, зашить это проблематично. А вот адекватное тренирование может эту проблему решить. Спасибо. Пожалуйста. Часто у вас было вы пережимаете чревный ствол и не находите кровоток в печени. Часто такие случаи были. 0% Я же только что доложил. То есть ни одного случая. То есть да, есть какие-то аберрантные артерии. Что? Аберрантные артерии всегда выявляются. Не аберрантные, а есть коллазерали. Потому что анатомия может быть не аберрантные. А вы видели, что Митчелс один встречался в 73% случаев. То есть никакой аберрантной анатомии. Но коллазерали всегда работают. Оказалось, что они всегда работают. Спасибо. Спасибо.